Секундочку. Хочется действительно так прочитать диосудисисис, но посмотрите на слово диос. Видите, там йод уже долгое, очевидно, по диагричности. Я помню, да, диос, диосудисисис. Да. Так, это уже сложный текст. Здесь Божественный Одиссей, видимо, поскольку в номинативе он, видимо, это субъект. И катхеуде это что-то типа сидеть или садиться. Не, вы путаетесь с катхемой. Катхеуде это спать. Значит, здесь… Сейчас. Он спал или что он делал? Или он спит? Это похоже… А, это ведь без аугмента, но это имперфект. Вот, здесь я посмотрю как раз комментарии, да, действительно, Гомер выбросил аугмент. То есть, видимо, это имперфект, да? Да. То есть, он спал, Божественный Одиссей, там спал… Сейчас… Ну, Палютлос, это, видимо, тоже… Это причастие… Да нет, это… Это еще один эпитет к Одиссею. Ну, тут перевод есть «долгострадающий». Ну, да. И возможно… Да. Многотерпеливый, многотерпеливый. А, ну, собственно, вон оно. Там же… Это… Витихо – это артикль, да? То есть, все, что находится внутри вот этой рамки между артиклями и Одиссеем – это все его атрибуты. То есть, здесь… А, хотя непонятно. А почему там… Ведь Катхэлда – это глагол, но теперь стоит как будто образуя рамки с Одиссеем. Так. Ну, вот он написал на этом месте сказуемое. Ну, и что такого? Очень сложно. Катхэлда – спал. Угу. Ну, гос, возможно, как и когда или здесь прочитать? Смотрите, гос, видите, это же не инквитик вроде, да? Это гос как гутус. Вот такой гос. А, да. Он равен гутусу, то есть… Так, таким образом… То есть, таким образом он спал, так спал. И там, наверное, ареминус – это тоже причастие конъюнкном к Одиссею, а вот юпно или комато – это, видимо, способ действия вот этого ареминус. И ареминус – это… А, ну, это overcome. То есть, как бы сном и… Комато – это что-то… Как это коматозное какое-то состояние? Усталость, что ли? Усталость, да. Да. То есть, ну, как бы ослабленный сном и усталостью. Угу. И таким образом… Или это уже переход к какому-то новому, да, действию? Вот это аутар, мы вроде бы говорили. Угу. Да. И Афина… К новому персонажу, я бы сказал, к новому персонажу. К другому персонажу. Да. Да. И похоже, что это глагол buy, ну, да, вот это вот бета. Конечно, да. То есть… И вон комментарий говорит, что эбе. То есть, она пришла, наверное, что ли? Да. Безаугментный тоже. Это ауэр… Ауэрис… Ауэрис корневой, да, от buy. И мне кажется, она эспалин пришла, а вот… или дэмон. И туда, и туда. А, и в дэмоны… А, и в дэмоны… Она пришла и в какой-то… к народу… Этих… Как их… фиаков… И в полис. Да. И в их полис. Ну, если хотите, и в полис. И в полис. Пришла со своей стороны Афина. Потом… вот это ре – это… это ара. Это ара. На самом-то деле нет. Хотя он выглядит диковинно немножко, да? Так, значит… А как вы эндхо перевели? По-моему, это там. Или… Или здесь. Ну, что это такое? Может быть там, а может быть и тогда… Так, сейчас… Может быть и здесь они дают какое-то… Нет. Ну, не знаю… Там… Тогда… Сейчас… Ну, в общем-то, может быть и так… И так и всяк, да. Так… Ээээ… Никак они не переводят. Ну ладно, может быть это не так важно. Тогда… Ой, где мы… Мы находимся. Тогда… Таким образом… Спал… Многострадар… Многотерпеливый, божественный Одиссей… Измученный сном и усталостью… А Афина… В народ и полис… Фиакских… Жителей… Идей… Пришла… Так… Наверное, там все-таки, мне кажется… Так… Вот мне причем… Почему-то, кажется, это слово знакомое по ксенофору… И оно именно означало место… То есть… Ну, может быть, это специфика ксенофона, что он больше о месте говорит, чем о времени… Сейчас… Можно какой-нибудь перевод посмотреть… Вот у меня тут немецкий перевод есть… Сейчас посмотрю, как они переводят… Начало шестой песни… Там… Дорт… Угу… Дорт… Там, значит, да… Херлихе… Дульдерадиссеус… Убервальтихт… 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 Соншлаффен арбайт… Так… Ну ладно, не важно… В принципе, вот это, кстати, очень простые строчки, да? Тут никаких сложностей особых нету… Да… Да… Так… Ну, давайте Евгений… Можно четыре тогда сразу… А, Евгений, давайте вы прочитайте эти тоже три, да? А потом придёте к своим… Не против? Да… Гос… Гос… Госгомен эндха… А… Катеудэ… Палютлас Диус Адюсёв… Диус Адюсёв… Диус Адюсёв… Палютлась… Диус… Да… Альфа-дул… Палютлась Диус Адюсёвс… Юг на Кай Камато, а Реминус, аутор Атене, Берес Фаекон Андрон де Монте Полинте. Ну и ваш 4, я немножко неупроводна, но ладно. Гэданэму, Оспное? Нет, так странно. Нормально, по-моему. Оспное. А, ну там слияние. Эпес, эпесуто демния курас. Да. Ага. Гэдэ, это видимо Афина. Богиня. Да. Песео. Это Песео и Песуто. Играть в шашки. Странно. Нет, нет, это не играть в шашки, это типа устремилось. Песео есть еще, но тут эпесуто. А чего это за юпсилон вообще такой? Если бы это было какое-то стяжение, то там должен был бы быть дифтонку о юпсилон. Какой эпесуон? Первый или второй? Эпесуто. А, эпесуон. Я думаю, эпесуон. Ну а в чём ваш вопрос? Эпесуон как эпесуон? В чём выбирается? Не понимаю, что это за форма такая глагольная. Должно было быть это или ато. А там сказано, что это эпесео. Вернее эпесео. И он как-то видимо стянулся или что-то эо превратился в ю в результате каких-то чего-то там. Понял. Хорошо, значит, тогда словно дыхание ветра куда-то бросилось, устремилось к постели девушки. Вот смотрите. Да. А какое-то время. Попись это. Ну, дворецкий пишет, что это плюс квамперфект. Да, это плюс квамперфект. Там пишут, что значение ауриста. Стремилось. Вот ответ на ваш вопрос, да? Что за эпесео? Что за эпесео? Так это вот а2сигма, это тоже корень перфектный получается вместе с эпесеоом? Ну, нет. По-моему, он есть и такая форма в презентсе. Давайте посмотрим. Эпесео. И с двумя, видите? Сигмой. Ага. Эпесео. 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 Эпесео мой. Эпесео. Эпесео… Эпесео. Эпесео. Эпесу млнв � DESAHU Аугмент, — вторичное окончание без стемы. Вот и получается песнь вот этого. Т.е. формально одинко einzelн belt ups kwamperfekふ , да, пожалуйста. Стая это безаугментный эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ. Стея – это аурист без аугмента, второй непереходный, встала над головой и, видимо, просто здесь самый анастрофический, то есть ей рассказал им слово, рассказ поведал. Ну, по-моему, в этой книжке пишут, что это наречие, но мне не нравится понимать просто как наречие. Мне кажется, что это либо предлог, либо вообще тот месяц. Посмотрите, там дальше написано, что это якобы наречие, адвербиум. Либо это просто предлог. К ней обратило слово. И к ней обратило. Значит, а она госпнойе анему, а она, как дуновение ветра, устремилась к, ну, к чертогам или к ложу, да? К ложу дымнее девушки, то есть это навсекай, видимо, к постели девушки, к постелям буквально. И после этого арка, как после, встала над головой и к ней обратило слово. Так, что там дальше было? Да, типа, не понимаю, куры. Это от первого слова зависит. Ну, это мэнэ, это причастие от горау? Нет, не от горау. Ну, е. Ладно. Ну, фактически от горау, да, но это не важно сейчас. Этимологически, да, от горау. Значит, ты приняв образ девушки? Наверное, дочери. Дочери славного кораблями Дюманты. Да, то есть Афина не представит в образе Афины никому. Помните, она в образе ментора там представала? Да. Сейчас. Гой это какой-то не тот Гой. Было бы общение, если бы... Нет. Смотрите, секунду. Эта строчка объясняет, почему она избрала именно этот образ. Почему ментора, понятно, да, во второй песне Одиссее? А почему здесь эту дочку Дюманты, вот здесь объясняется эта строчка? Потому что эта девушка, дочь Дюманты, она Гэ? Да. Значит, она была одного возраста с ней. Не совсем понимаю. Гой это... Ну это датив какой-то? Датив. Ну да. В смысле это Афина? Так, секунду, вы можете вторую часть сначала перевести к Харисту Дейтюма? Тогда понять не будет немножко. Харисто – это перфект от Харидзума и третьего, получается, лица. Смотрите, в чём драматургия. Ей нужно, насколько я понимаю, Навсекаю в чём-то убедить. А кто может убедить Навсекаю? Её лучшая подружка. Поэтому нужно принять образ у лучшей подружки Навсекая. Понял, да. Значит, она была ей, Навсекая, одного с ней возраста, ровесница, вот эта вот дочь Дюманта. И, видимо, нравилась ей, была ей по сердцу. Да, то есть одногодки и при этом подружки. И смотрите, как тут Мэн и Дэ работают. Мэн и Дэ работают не как Южный и Северный полюс, а как просто во-первых и во-вторых. То есть они не противопоставляются, а скорее и. Она была и одного возраста, и к тому же она была и по сердцу, да, Кихаристо. Чума, кстати, Кихаристо тоже вроде бы плюс комперфект, да? То есть у нас тут удвоение. Да, и вторичное окончание. Вторичное окончание, как минимум, да. Так, а Дмитрий, не хотите тоже прочитать для тренировки? Четыре строчки. Да, давайте попробуем. Четыре строчки. Наусикле... 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 Да, Кюре. Кюре. Наусикле... Тойодзюмантус. Тойо. Наусикле... Тойодзюмантус. Чет я столкнулся на этом. Ге Гомельки... Ге Гомельки е... Мене е... Кехаристо детьюмо. Ге Гомельки е... Мене е... Кехаристо детьюмо. Так, так, так. гласных что тут написано ими у нас кайфаманс так вот такое ощущение что это акузатива от чего не зависит непонятно так хотя возничьи и повозки ну ладно сейчас кто видимо я продолжаю 3 можно угу темене эйсамене просе нет темене эйсамене просе фе главкопис адхене наусика 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 тинью поде метхэмона гейнато метр эймен той кейтай оце ингрид там кейтой тей как это совоголовая что ли скорее окая но это формула как вы помните да 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 я просто пытаюсь понять как ее дворецкий жуковский светлоокая либо светлоокая да ну вот я смотрю а смотрите коглау это сероглазая вообще вот они переводят здесь glow copies в английском тексте сероглазая есть такой видите серо-зеленый светло зеленый да так и вот это серо-зеленая серо-зеленый сероглазая афина просто это сейчас это фамида видимо это кому по отношению обратилась обратилась да обратилась и кому какая она еще и из самые а это тоже глагол который там был вот помните она там такого варисе сейчас вот этот блок где куда он делся вот этот глагол эй домен это он же здесь настоящее время а здесь варисе уже уже так сказать уже обернувшиеся в нее уже ставшие подобные а я думала наоборот к ней обратилась а синесом нет она обратилась но как помните как в терминат 3 2 там все превращался кого-то да я помню конечно классический фильм вот а здесь она уже 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 ставшие ею с внешней точки зрения вот да смотрите смотрите это слово означающее подобие а со словами обозначающим подобие у нас всегда дать его соки а теус а зачем туда мин тогда это она к а мин мин это да вот да вот это я хотел сначала к ней превратившись в неё обратилась ну то есть разные местоимения разных лиц означает превратилась она в эту подругу обратилась к не всекай а сероглазая афина сказала и что она сказала не всекая или как там по-русски ты называть не всегда навсекая навсекая что же геннатометер вот у нас есть главу генау рождать самый обычный да еще гигном и конечно но я еще генау а но видимо породила все-таки мать да в номинации м она это видимо сейчас вообще-то не не очень какое-то важное слово потому что мэдхэммон это без 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 беспечность какая-то что беспечные не не понимают что значит мэдхэммона потому что здесь слова мэдхэммон и она как беспечный но это же существительное ну и что тут дуплекс по сути все еще есть но не дуплекс а иначе сейчас подумаю но тебя породила мать я понял чуть-чуть зачем тебя породила вот это вот хэдэ наверное это это же нет воды мне кажется мид хэмм вот смотрите на глаголы мид химида отпускать такой пофигисткой как бы почему тебя такой пофигистической мать твоя тебя родила вот и так что ты тут безделенчеешь над делом заниматься да такой бездельно так и дальше дальше идет что у нас хэммон кейт смотрите вот это хэмм это 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 одежды помните от какого глагола помните как одеваться будет из черного не помните второй части нет с этим корнем нет не помните вы евгений не помните будет одеваться второго успешения веними вот это пленями я подозреваю что это от этого слова от этого происходит французское слово west куртка по моему отсюда где-то я видел эту этимологию недавно но это вполне может быть потому что г может вы переходить на передыхательный на да и значит и видимо они лежат эти одежды кейтой а как сейчас где тут все это есть акадес это не одежды лежат ну как бы заброшены безобно без заботы да и неглокт от сигалуэнта до сигалуэнта это еще какие-то видимо они лежат какие-то еще сейчас да да сияющие значит ведь лежат ну не бить не знаю с одной стороны не знаю пока что дальше где будет д на общем с одной стороны лежат эти вот заброшенные сияющие одежды у тебя тут туда надо так давайте евгений эти три и две еще да наверно темен и из сами не просыпай глукопис оттене наустика и не усады метемона гейнатоматер гейма там мэн то кейтей а кэдэ си галуэнта слой дэ сой дэ гамос и дон эстин и нахрэ кал а не стану сейчас стой дэ гамос и дон эстин я не знаю посмотрите вот посмотрите калус слово вот на часам покажу колос точнее видите в эфире пики альфа может быть долго да да так так там даже дэ гамма была какая-то я не знаю возможно что-то там было такое да после эл вот этот пишет нашла из швейцера там калу 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 швейцера там калу калу боссы было угу все тогда понял — Да. — Так. — Всё, две мне? — Ну, чтоб порвано было. У вас было пять флорсов. — Значит, хорошо. Тебе, видимо, скоро предстоит брак? — Ну, да. — Так, смотрите, вот обратите внимание на Гина. Гина в прозе — это почти всегда, но если это не Геродот, это союз штоба в целевых и предаточных. Но Гина — это ещё может быть союз вот такой, смотрите, где и куда. Просто помните об этом. Не обязательно в стихах, у Геродота тоже. — Куда требуется, значит, аутен, не совсем понимаю. — А это, смотрите, это как бы от рейнистрей. Начните с рейнистрей. — Ну, одеться, одеваться. — Ну, чтоб ты оделась, короче, одеть себя. — Да. — Вот такой смысл. — Понял. Куда следует хорошо, красиво одеться. — Ну, или где нужно, чтобы ты красиво оделась вот так вот, ты сама красиво оделась. Может так? — Угу. — Ты невеста, да, сама красиво отдала? — Угу. — Так, сейчас. — Да, это Калаш, что ли? Смотрите, а гэнь у меня как работает? Сейчас. Ну, кого во что, видимо? Наверное, всё-таки аутен – это просто логическое подлежащее. Где нужно, чтобы ты гэнь уст хайкала гэймата? Да. То есть, по сути дела, это такой скрытый фигура Тималынка. Гэнь уст хайкала гэймата. А почему аутен – а не сэ? Сэ? Это не латынь. Сэ в латынь. Ну, всё в акузативе. А, сэ мы… Не знаю, да, хороший вопрос. Дайте посмотрим комментарии, что-то пишут. И, кстати, видите, гина с индикативом. Потому что у нас гина, который в целевых там с конъюнктивом, они пишут правильно, да? Так, гэймата, как я и сказал, это субъект… А, извините, объект гэйн уст хайкала, то есть, по сути, это фигура Тималынка. А у тэн – ты сама. То есть, не ты, а ты сама. Субъекта хре. Ну, как я и сказал. Всё-таки это она, насекая. То есть, ты сама. Хотите так привязать? Значит, что-то какое-то та предоставить, принести тем, которые тебя ведут. А, тут, видите, каламэн, видите, есть каламэн, тадэ. То есть, одежда для тебя самой, невесты, ну, допустим, платье белое, условно говоря, да? А ещё одежды, которые наденут участники свадьбы, видимо. Так, что ли? Да, видимо, да. И, в общем, хорошую, да, красивую одежду предоставить тем, которые только Аганты, я не совсем понимаю. Это у нас… Это вот, там есть перевод английский. Ну, как бы, поведут тебя, как невесту. Почему медиа? Вот как-то перевести. Поведут. Я не знаю даже. Ну, поведут на этот, как его, на это сочетание, бракосочетание. Ну, а что, на инвалид сама не может идти? В каком смысле поведут? Ну, как, на свадьбе, там, отец, свидетель, ну, в смысле, в смысле инвалид, Михаил, ну, это же ритуализированное. Ну, я сучу, конечно, но я просто хочу понять, что поведут, то есть они её… Такое же даже выражение есть, вести, вести под венец. Ну, это жених ведёт под венец, да? Нет, отец обычно живёт. Отец обычно ведёт. Отец, да? Ладно, буду знать. Так, где мы… Ну, там патер какой-то вроде дальше будет, нет? А, ну, ладно, может, там была какая-то процедура выкупа невесты, и вот они её выкупили и ведут к жениху счастливому. Не знаю, надо знать реальность. Так, так, мы всё перевели, да? Дмитрий, не хотите ли я, да? И ещё две тогда. Да, хорошо. Сойды гамос хидон… Нет. Сойды гамос хидонестин гина хрэкала менаутэн. Гина, не, 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 наверное, гина хрэкала менаутэн. Гина хрэкала, да. Гина хрэкала менаутэн. 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 Наверное, здесь «эк гортой тутон фатис антропус анабайный», «эст хлехайрус син», нет, «эст хлехайрус», получается так, «эст хлехайрус син де потер кай потне метр». Да-да-да. Кстати, мы не обсудили, а здесь получается у нас «агонт» — это конъюнктив, а «кэ» — это частица «ан», то есть это футурм такой маленький, который тебя поведут. Но мы так и перевели, я просто хотел бы определить. Так. Сейчас. Фатис. Проверяю все слова, чтобы понимать. А, «фатис» — это репутация. И, видимо, репутация восходит. Это, знаете, это выражение, которое потом, кажется, в Вергилию попало в Иноиду, про то, как быстро распространяется «фатис». А из Вергилии она попала в «сивильского цирюльника», кажется. Там есть какая-то ария про то, как быстро распространяется молва. То есть это тоже, это тоже почти что формула. Сейчас мы найдем ее. Сейчас мы найдем. Фатис, наверное, ответить. Нет, не Фатис. А «набайна» сейчас. Посмотрим. Где-то я видел это недавно. А, вот оно, вот, смотрите. Только тут добрая молва. А у Вергилия там дурная какая-то молва. А, вот, да, 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 да. И там «эстхлэ», собственно, это и есть добрая. Да, благородная. Да, значит, добрая молва идет среди людей из вот этих… А что это тут у нас? Что за вещи такие из этих вещей? «Эктутун». От одежды. А, от одежды. То есть, если ты хорошо одеваешься, типа, добрая молва среди людей. И, как это, госпожа, мать и отец радуются, наверное, здесь в прямом смысле. Ну, наверное, да, просто радуются, что все очень красиво на свадьбу. Видимо, это очень незамысловатые стихи такие. Так, ну, давайте две и три, да, Евгений? Громче, пожалуйста, не слышу, что стало. «Экгартой». «Экгартой тутон потисантропус анабайный. Да. Эстлэ хайру син депатерка и потния мета. Ал и омен плюнеусай. Хам элой пайно мэнэфи. Кайто и эго тюнэ ритос. Хам хепсамай офра тахиста. Эн тюнэ ай. Эпэйутой? Эпэй. 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 Смотрите, идти это интересное слово. Там йота бывает долго, а бывает кратко. Это зависит от того, стихи это или проза. Посмотрите. Или еще от чего-то зависит. Ну, короче, может быть, йота долго. День, 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 день. Правильно, это он парфинус... Там слияние происходит в конце. Эссай. Эссай, да. Энтюна эпи у той этиден парфинус эссай. Да. Думаю, что так. Так. Значит, где мы... Будешь, да, сначала? Илман, что это такое? Это имя, наверное. Да. Кстати, в комментариях они говорят, что это субжанктив. А как они догадались, что короткая гласная означает субжанктив и гомера? По смыслу? Ну, действительно, тут нужен. Ой, это утром. Ой, не кричите так. Я испугался даже. Гам Эой. Вместе с Зарёй. Да. Вместе с Зарёй, да. Ну, вот Файном Энофи не очень понимаю. Какие-то светящиеся, блистающие. Ал Ио Мен Плю Неусей, это давай пойдём, чтобы постирать. Да. Ну, смотрите, а вот, ну, действительно, ну, так, как тут читается, Ал Ио Мен Плю Неусей, то здесь у нас не ударный слог. Заврядный. Поэтому здесь нужна краткая гласная. Но если бы это был просто индикатив, был бы имен, то вообще гласный бы не было. Тогда не получился бы стих. Нет, можно было, конечно, Элизию не делать, можно было Алла в покое оставить. Алла... Ну, кстати, попробуем. Аллы... А нет другого варианта текста? А тут вообще вариантов текста нет? А, это же, блин, не научное издание. Короче, тут есть какая-то, ну, краткая, потому что ему нужно... Ну, видимо, это от Хартативус. Да-да-да, это понятно, да. Ну, Евгений так и перевёл, да, Евгений? Давайте. Да. Давайте пойдём постираться. А это самое, Плюнеусе, это причастие целевое, да? От Плюну? Да. Это... Футурум. Футурум, да. Объясните, что такое Fine Nome Nefi. Это датив, прилагательное в дативе? Это причастие в пассивное от Fine Nome. Согласовано с Зарёй. С появлением Зари. А, я понял, да. Едва забрежет рассвет, короче. Пойдём на реку стирать твоё платье белое. Хорошо. И я, значит, последую за тобой в качестве помощника. Да. Давайте. Офра – это то же самое, что Гина, только эпичней. Чтобы? Чтобы как можно быстрее снарядить, приготовить. Чтобы ты приготовился. Второе лицо не слитное. Чтобы ты приготовился как можно скорее. Я тебе помогу, в общем. а процент и но и принять так как просто дэн это долго если что потому что да потому что тебе недолго еще процент быть ну да вот отсюда видно что пара паркенос это девственница это девица а это красивая не слитная форма второго лица получается будущее время тут же недолго будешь дождите или не будущего будучи будущего будущего на так все привели до вашего тогда дмитрий ну давайте так а то есть три строчки пошли да ну ну не знаю то не время до предыдущей алли омен плюнеусай аммеои файн номене нефе Нефи, кайтое гой сюнеритхос, амхепсумай о фратахиста. Энтю не ай эпэй, эпэй ю, то эти дэн партхенус эсэй. Нет, эти не может быть. Ити может быть. Эти не может быть. Сейчас, вот эта строчка. Энтю не ай эпэй ю, эти дэн партхенус эсэй. Гэето горсэмны мнантай, а рец... А рец... А рец... арryс... А рец...ア рец... ката демон. Пантон фаекон готи той генос эсти кай ауте. Так, да, переводи две. Ведь уже... Мнон-то это напоминает, что ли? Не-не, это свататься. Вот оно, да. Ведь уже тебя сватает, что ли, из народа? Всего, из финикийцев. Ага, да. Ну, это Арис. Ну, лучшие. Самые лучшие. Так такие странные формы, да. Аристе... А, Аристеус, это этот, как его, но был мэм. Аристократ. Ну, лучшие, да, аристократы, это и есть лучшие. Ну, тут нету слова Кратос, тут просто Аристеус, просто лучшие. Да. Так, и там дальше... Это Годхи? Нет, нет. Годхи. Годхи, так. Где? Где на народ, что ли, гена с христи кай ауте? Генос, это род. Где род и... То и... Смотрите, то и ауте согласованы, да? Где тебе самой и род, не знаю. Где и у тебя у самой есть род. А что это значит? Ну, это, видимо, значит, что ты очень знатная и самые знатные к тебе сватаются. Всё сходится один к одному. Ну, давайте посмотрим комментарии этих авторов этой книжки. По-моему, книжки, кстати, испанские изначально. Будем называть их испанцами. Не важно. Так, взяли. Ну, они не говорят. А, в словаре, может быть. Генос как-то они особенно переводят, в данном случае. Никак, ну ладно. Ну, видимо, это понятно, должно быть. Так, ну хорошо. Ну всё, да, тогда, то есть, ещё раз, к тебе сватывается лучше из... Вот простой пример. Лучше из народа всех феникицев и... Господи, какое-то моё мысль я не могу даже изобразить снова. И ты... И это твой тоже род. Ты тоже из этого. Ибо ты знатного рода. Вот там. Вот я нашёл, потому что и ты здесь знатного рода. Так, получается, вот так, да, Евгений? Что-то я запутался, где мы находимся вообще. Вот так вот. Вот так вот. Нет. трюнон, да? Да. И это долгий трюнон. Да. 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 Я уже не помню, как я представил. Вот так правильно, да. Возможно, не ошибся тогда. Так. Ага, да? Видите словечко такое? Ага. Побудительное. Ну, скажите, что это такое. Знаете, да? Сейчас. Ну, давай. Ага. Давай-ка, да? Побудительное. Давай уже. Так. Ипотрюнон. Это причастие, получается? Нет. Это, извините, это аорист, императив. Тогда побуди, ускорь славного отца. Да. Эоти, это тоже аористный императив? Нет, это опять заря, рассветная. А, да, я понял. И тогда это этот самый про, это тоже анострофическое, то есть, да, до утра. Ну, тут нет возможности для анострофе, потому что для анострофе нужно два слова хотя бы, да? Просто он стоит постпозитивно, и всё. Значит, эфопридзу. Эхэмионос. Это мул, а не всадник. Видимо это мул, да, мул, наверное. А это Эвгоплидзо, значит, приготовить мылов и повозку, колесницу, которая... Сейчас. Кэн это Агаси, это Агу обычно. Ага, ага. Поведет, наверное. Если да, если поведут. А Г что такое? Где? Ну, вот ГК на Агаси. Г. Гэ это Гамакс. Это повозка до женского рода Гамакс. Ага, значит, только Агаси это Плюралис? Не, видимо, нет. Это Г, наверное. Вы знаете, это выглядит так, как будто бы по парадигме второго спряжения пошёл Гомер здесь. Необразованный человек. Вот, кстати, это слово есть даже здесь. Видите, он даже словарь дал его специально. По второму спряжению, видите, он её образовал. Это сингулярис. Ага. Ну и потом я чё... А, я понял. Которое как раз и повезёт, видимо, вот все эти вещи. Значит, ЗОСТРО это, по-моему, пояс и ПЕПЛОСЫ и ПОКРЫВАЛО БЛИСТАВИЩИТЕ. Да-да-да, повезёт. От какого-то глагола ЗОСТРО? Пояса, пояса, да? Ну там, ПОЯСЫВАЙТЬ. Ну как будет ПОЯСЫВАЙТЬ? Нет, ЗОНИМИ. Угу. 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 Так, и ПЕПЛОСЫ, то есть эти, ну, одежды, да? И что это? Платья какие-то. И ПОКРЫВАЛО РЕГУС. СИЯЮЩИЙ, да? БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ. Так. Да. А ЗАЧЕМ здесь, кто это, АГОСИ, это конъюнктив, да? И ЗАЧЕМАН. Ну, чтобы футуральный казус получился, который повезёт. Понял, да. Всё, всё, тут всё понятно, да. Так, пожалуйста, Дмитрий. Пока до сюда. Или как? Угу. А АЛАГОПОТРЮНОН, ПАТЕРАКЛЮТ ТОРЮН... Гэммионус Кайамаксон, да, Кайамаксон, Эфоплиасайгэкэн, нет. Тут смысл, 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 тут, вот здесь слияние в сокращении, блин, дайте я напишу, сейчас нарисую, чтобы красиво, а, не там нарисовал, короче, вот здесь, вот здесь вот конкретно, да что ты делаешь, слишком много, короче, вот эти тригласные, да, Понял. Вот, вот эти тригласные, вот, в общем, вы поняли, они, там происходит слияние и сокращение, ай краткий, эфо, плисаэгэкэн, агэсси, ну так. Эфоплиас, эфоплиас, эфоплисаэкэн, агэсси, зотора, эмммм, зостротэкайпэпплюс, да, Зоторэкайпэпплюс, кайрэгээсси, сингалэээнта. Кайдэссойходаутэ, полю, калис, полю, каллио, нет. И тут тоже слияние сокращение. Кайдэссойходаутэ. Здесь тоже. А, да. Кайдэссойходаутэ, полю, калли, нет. Полю получу. Кайдэссойходаутэ. Годдаутэ. А, полю каллион, вот всё. Полю каллион гэйэподэссэн. Эрхэстхайполон гарапоплюной эйсиполь, нет. Так, ещё раз. Эрхэстхайполон гарапоплюной эйсипольос. Эрхэстхайполон гарапоплюной эйсипольос. Вот, видимо, это тоже сокращение. Тоже, да. Принайсупольос. Эрхэстхайполон гарапоплюной эйсипольос. Да, да. Эрхэстхайполон гарапоплюной эйсипольос. Так, а переводим вот мы отсюда кайдэссой, да? Мммм. Сейчас. Мммм. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотрю слова. Год. Что-то им значит. Здесь слово года. Так. Нет. Ну ладно. Что-то, значит, намного красивее. Гея подесен и эрхестрая – это начинаться. Вот смотрите, вот это слово как гвоздь. Вот это слово как гвоздь, да? Эйя. Эйя – это то же самое, что э. Просто неслитная форма. Чем? Ну, он может сказать или. Или. Но это здесь чем? Вот, чем. То есть, есть две возможности. И одна из них – полюкалион. Полюкалион. Но более красивее, более, более прекрасное. Более прекрасное. Да, полю усиливает калион. Гораздо более прекраснее. Очень, ну, намного прекраснее. А что делать в эрхестхей? Глагол движения, да? Отправиться. Ну, ехать, давайте скажем. И по десе… Ну, поехать, да. Поехать и по десе – это пойти скорее пешком, наверное. Потому что по десе эрхествей. Подосин, да, подосин эрхествей. Сой – это что? Для тебя. Тебе. Для тебя гораздо прекраснее отправиться, ехать, передвигаться. Аутэ Эпудосин. Аутэ – это что такое, женский род? У нас там было строчки, которые Евгений переводил. Чего я уже забыл? Вот это вот это эрх, помните, там было? Все плохо работает. Или… Нет, подождите. А, это она какая-то? Нет, она – это сой. Девушка – это сой. Вот эти. Аг – это повозка, которая повезёт всякую, всякие вещи. Пояса. А, то есть на повозке. Да. С помощью. Аутэ – это инструмент. И для тебя же, таким образом, гораздо прекраснее с помощью повозки Аутэ, чем ногами отправиться. Угу. Ну, принцесса должна на повозке везти, а не ногами ходить. Ну, вот. Да. Полиос – это… Сейчас. Это полис просто? Это просто… К тому же… Это метатисис, это называется метатисис квантитатис. Ну, то есть, смотрите, в слове «полиос» в генетиве у нас там будет краткой эпсилон, вот здесь, в этом месте, правильно? Угу. А здесь будет долгая омега. Таким образом, в сумме три тримора получается, да? Краткий – это одна мора, а долгий – две мора, да? Ну, вот эти три моры можно раскидать вот так вот. Сначала две мора, а потом одна мора. Результат будет один и тот же, все равно три мора. Такую штуку вы можете герадут увидеть. И, видимо, это АПО тогда, если… Это же генетив, да? Да, да, да. О, и от города, таким образом, из Плюной. Плюной – это как раз это место для помывки, да? Для стирки, я бы сказал. Для стирки, вот. Но почему-то места, они… Где, где, где? Ну, ведь далеко они, Плюной. А полон еще есть, да? Смотри, полон… Полон – это такая форма вместо полюн. Ну, это я заблагаю, ведь смысл такой. Ведь эти места для стирки, они далеко от города. Да, то есть тебе надо ехать туда, на автобусе. Ну, в смысле, на повозке. А не идти два часа ногами. Поэтому закажи повозку. Все правильно. Так, есть вопросы, идем дальше. Так, сейчас, тогда как. Вот так, вот отсюда. И досюда, да? Две строчки. Две плюс две, да? Кайдес, ойгод, даутэ. Палюкаллион, эй, эподеси. Эх, есть. Хай, балон. Гарапо, плюн, эйси, палеос. Гэмэ, гэмэн, аргос, эйпу… Дефтронг, эйпус. Эйпу, саппэбэ, глаукопис, артэнэ. Так. Гарапо, у, у, каэм... Гарапо, у, у, у... У, у, у... У, у, ул... У, ул... У, у... Лумпон... — Ну, и Эминой ещё тоже ваша будет. — Угу, Эминой, да. Так... Гэммон — это, видимо, Полис. Нет, это Афина, я понял, что и прямая речь заканчивается. — Да. — Вот это всё, видимо, сказав, Эпус, ушла Савауха и Афина. — Так, Гос — это так. Вот так сказав, ушла Апубайну, Аорис. Сероглазая, как она, зеленоглазая. — Значит, и Олимпонд — это Олимпонд, то есть это... — Куда богиня могла уйти? — Да, это Олимпонде. — Да, да, да. — Да. — Как Атхена-зе, только другой немножко суффикс, но то же самое, на Олимп. — То есть там дзе, фактически, возможно, они даже родственные, да? Это же дэ, а там вот этот Атхена-дзе, да? С дэ. — Ну, я не знаю, насчёт родственности я не знаю, но вот вы знаете «Ойка-д», да, например, «Домой», то же самое? — Да, да, да. — Такой же D. А здесь на Олимп, в общем. — Значит, где... — Да. — Как? — Кас. — Это третье... Ну да, где, как говорят... — Да, да. — Значит, покоится надёжное седалище богов всегда. — Да, эминэ — это глагол, это мистерейный. Получается, на один слог длиннее, если нужно для стихов. — Ну, это тоже самое, это глагол будет. Ну, покоится просто находится, да? Есть. — Правильно? — Да. — Так, значит, получается теперь так. Вот отсюда и досюда, да, Дмитрий? — Угу. — Гэменар ос эй пус, а апэдэ глаукопис адхэны. Улиум пон дот хи... Нет. Улиум пон дот хи фаси, тхеон эдос асфалис аэй. Эминэнэй у... ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ на той алла мол лайт хрэ господи так вроде правильно пепа тай а нет пеп татай пеп татай анны филос наверно так пеп татай анны филос или нет пеп татай нет а там дальше длинный а там не может быть лосс а нет а пеп татай анны филос ли у кэдэ пидэ драмин а а иглы вот все вышло пеп татай лосс или у кэдэ пин драмин а игла его сейчас мы эту альфу пробьем странно а вот видите вроде банок она долго может быть пеп татай анны филос левка и пидэ драмин а иглы так все правильно так интересно омбро это ливень сейчас все слава смотрю и нас этой вот это очень красивые стихи по тем они немножко напоминают больше гисиоды чем гомера кстати так да значит она она мой сета ген гените в смысле это датив от ветра до ветрами что-то там 3 сотрясаемый не сотрясаемый у ты а да у ты ведет в ветрами а видимо это про олим ветрами несотрясаемый и никогда не ну не подвергаемый даже дождю как бы что не увлажняемый да не увлажняемый не увлажняемый дождем и видимо у ты тоже хион это же буря какая-то да 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 и снегом и пип пип лента это видимо какой-то и у на то это другой глагол то не пип лами пил на той это редкий очень лагу это ведь просто обычный перфекта нет этой это плюс к вам перфектом секундочку дайте я подумал это просто перфект по моему сейчас где-то вообще тут нет такого слова стран потому что там же аргумент как бы и пи а шоу же все-все-все-все-все просто и пипил на ты это настоящее время и дэ в это настоящее время и тина сферонико и значит снег не при ним не при не приближается ну да ну так написано да не приближается снег не приближается но очень айтхре это безоблачное небо это видимо однако ремонт эфира мне кажется ну да чистое небо весьма чистое небо полностью да и пеп то это ведь не пип то это какое-то другое питаниями 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 да то есть распространяется разок бы разлетает вот это перфект питаниями но у гомера часто перфект означает настоящее время просто можно настоящим приводить ну да но как бы распространилась и безоблачное небо распространилась без облаков чистое небо распространилась без облаков вот Ну да, да. Что-то такое. Это поэтический текст, поэтому тут плеоназма вполно. Да. Так, Левка, это же белый вроде, да? Айглы, это у нас, сейчас я смотрю, Сияние, или Белое Сияние, Эпидромен, видимо, тоже как-то оно из него распространяется, что ли? Какой-то глагол, смотрите, Эпидромен. Ну, это Трехо, да, ведь, какой-то там формы Трехо. Оно разбежалось, то есть, в сторону, тоже распространялось, я думаю. Эпидендромен, да. И Белое Сияние распространилось там. По нему, наверное, да? Да, по нему. Ну, как-то так. Ну, такая зарисовка очень красивая, мне кажется, так. Чего тут дальше? Вот так, да, получается, Евгений, да? Эмминайута немойси, и насытайуты под омбро, девутайуты хион, и пепилнатай аламал айтры. Пептатаянный филос, люкте депидедромен айгла. То, то и не терпонтай, макарестывай эмотопанта. АПБ, главкопис, и пейди пефраде кура. Так. Значит. Там, то и не. Да, и не это n, а то это, ну, указание где. Ну, то есть, да, ну, ну, очень странно, странно, наверное, с точки зрения прозы, да? Ну, это просто здесь. В этом месте, в общем. Ну, то есть, в Олимпе. На Олимпе, точнее. Да. Какое эмотто, что-то я не очень понимаю. Это, это тоже, это синоним архаичное слово гэмера. Гэмер. Ну, все дни напролет радуются блаженные боги. Ну, все дни, ну, буквально всякие, в течение всяких, ну, всякие, ну, да, целый день напролет, можно сказать. Да, боги, блаженные боги здесь, так сказать, наслаждаются, радуются. И вот туда-то, да, вот туда-то. Да, удалилась, туда удалилась Саваокая, после того, как с девой, видимо, поговорила сейчас. Диа-фраза, это получается плюс к вам перфект. Да? Диа-фраза. А, нет, слушайте, это, это Аорист. Аорист, только Аорист. Ого, у него в Аористе удвоение. И видите, у него кроме Аориста ничего и нету. Ну, основа-то поменялась, видите. У него и какое-то странное удвоение действительно появилось. Ну-ка, Афраза. А-а-а, видите, тут тоже. Видите, какой странный действительно Аорист, а, Афраза, как будто на перфект похоже. Действительно, да. Чего-то узнает. Ну, в общем, она сообщила, да? Диафраг. Рассказала девушке. Ну, она сам не рассказала, а внушила. Обманула даже, можно сказать. Ну, у нас еще 10 минут есть. Так, сейчас. Дмитрий, да, тут. Ну, предыдущий, да, не читаем. А, ну, ладно. Давайте, давайте. Забыл просто. Так, какие? Три последних, да? Две, две, три. Нет, две, две вроде было. Дмитрий. А-а-а. То они терпантай... 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 Макарест... Нет. То они терпантай... Макарест хёй гэма топанта. Анатхапабеглаукопис, НХПБ, вот, Анатхапабеглаукопис, Эпидиапэфродепуре. Так. Сейчас. Ну, две, да? Это ведь отдельно, да, читается? Да. Значит, и тут же... Аутик, это не тут же, да? Прибыл... Тот же же. Да, тот же же, да. Прибыл вот этот Геоста, это же Элиос. Это как, вот, помнишь? А, нет, Заря, 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 конечно, Геоста. Да, да. И тут же, да, у него же это как штамп, который все время повторяется у Агамера. И тут же, сразу же, да, если закончилось, прибыла Эудхронос, это... Это она розовоперстная, или я уже начинаю придумывать? Не, розовоперстная, это Родододактилус, а это просто хорошотронная, прекрасно тронная. Да. Прекрасно тронная Заря. Эй... Хамин Гейре. Видимо, это какой-то аорист там. Гейра... Сейчас. Эйгере – слово, которое в Новом З Discoverе постоянно используется. Воскресать, восстанавливать. Храм за три дня. но здесь просто будить и она ее разбудила в смысле не ее, а не всекая она разбудила и какую? эу пеплон это наверно хорошо одетую что ли? ну да, буквально да да хорошо одетая, то есть она видимо спала красивые ночные пижамы сейчас, сейчас, сейчас одновременно с этим сразу же то же самое что Аутика, да аутика, да эпи Тхаума сонейрон, и она видимо удивилась что ли сну ну да Апотхамаудзу, да Апотхамаудзу собственно это как Тхауманзу так и евгения эти две еще а утика дэвс а утика дэвс элтхэн эутранас хэмин эгэйра наусика а фарда там масса нейрон б дыминай диадомат ген ангей лея токеуси патри филока и метри и хэсэто дэндон эонтас так значит вот этот плеоназм тот самый плеоназм который мы тогда придумали когда сами сочиняли стихи тут имена и написано в другом тексте и иеной этот а он плен плен исти плеонанистический то есть бэй это отбай но имена я не знаю тут какого глагола по мы тоже от глагола идти от эми да то есть она шагнула пойти буквально она шагнула пойти то есть встала встала и пошла через покой чтобы чтобы объявить родителям любимому отцу и матери значит как тихо ну а это не 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 удвоение сейчас у меня завис лобарь может сказать киха но киха но это когда вы например копьем кидаете в кого-то попадаете либо либо не так агрессивно просто с кем-то встречаетесь настигнут то есть она их нашла видимо да нашла их ну внутри по сути да и тут видимо акузативском партики и она обнаружила что они находятся дома эндон и онтас ну все давайте на этом сегодня закончим да и почитаем лонга да евгений давайте дмитрий вы уходите да спасибо да спасибо большое до свидания